Это означает, что прежде сотворение времени, пространства и материи. Он уже избрал нас, то есть тех, кто поверит в Его Сына. Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним, то есть перед Отцом в любви. Всякий, который находится во Христе и избран в Нем, тот, который поверил во Христа, он перед лицом Отца свят и непорочен. Запомнили? Он перед лицом Отца свят и непорочен, потому что Бог решил это уже в Своем сердце до сотворения мира. Пятый стих. Предопределив, это еще один ауарист, предопределив. Итак, к чему предопределил нас Отец? Отец усыновить нас себе через Иисуса Христа. Еще раз повторю, Отец предопределил, чтобы мы были усыновлены Ему через Иисуса Христа. Мы все с вами понимаем глагол усыновить. Что означает глагол усыновить? Это взять ребенка из чужой семьи или у которого вообще нет семьи и ввести его полноправным членом семьи того или другого человека. Или я, например, беру, усыновляю ребенка, беру его и усыновляю, он живет в моем доме. И потом, также он имеет часть, как все дети, которые есть у родителей. Итак, это одна часть слова усыновления. Но мы сейчас с вами представим библейскую часть, что означает усыновление. Аминь? Понятно? Слушайте внимательно. Что такое усыновление? Итак, усыновление, это Павел пишет, он в греческом мире, он в иудейском мире. И вот что означает, итак, одна часть усыновления, когда просто берут чужого ребенка и усыновляют, и другая часть, и которая является библейской, и о которой говорит здесь апостол Павел, это такое усыновление. Итак, усыновление, это правовая церемония и акт признания сына наследником в день его совершеннолетия. Вы со мной? Вы поняли? Итак, когда сыну исполняется, ну, сколько? У нас сколько? 16, да? 18. 18 лет он признан совершеннолетним, и он становится наследником всего, что есть у отца. 18. Живет ли отец? Когда он живет, сын пользуется всем, что есть у отца. Когда отец умирает, то что? Он наследник того, что было у отца. Мы с вами помним, что блудный сын сказал отцу, раздели мне сейчас имение, хочу сейчас получить свое наследство. Находясь рядом с отцом, он пользовался своим наследством, но оно было отца. И он сказал, раздели сейчас, и отец что? Он разделил имение и отдал ему следующую часть. И он ушел. И мы с вами знаем историю. Итак, библейское определение, это усыновление, правовая церемония или акт признания сына совершеннолетним, наследником в день совершеннолетия. Мы с вами, когда смотрим на послание к Галатам, и мы видим с вами, что в 3 главе, 23 стих, давайте 22 стих, 3 глава, 22 стих, но Писание всех заключило под грехом. Что это означает? Писание всех заключило под грехом. Что это означает? Что было дано того, что раньше не было? Чтобы заградились всякие уста. Чтобы никто... Закон. Закон. Писание всех заключило под грехом. Что это означает? Это означает, что человек не может сказать, что он без греха. Потому что был дан закон, который никто не был в состоянии выполнить. Итак, Писание всех заключило под грехом. И мы можем добавить из Римлянам 5 глава, по-моему, 19-20 стихи, чтобы были заграждены, то есть закрылись все уста, которые сказали бы, а я хороший, да? Или, а я могу, а я вот такой, а я не такой плохой, и так далее. «Дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа, а до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу. Что это означает? Это означает, что маленький мальчик имеет надзирателя над собой, воспитателя, который ему говорит, туда нельзя, это не делай, здесь опасно, здесь горячо, туда не ходи, сюда не ходи. Аминь? Вы со мной? Разве так не происходит в семье, когда маленький ребенок? Ва-а-а-а. Как там? Кака-а-а. Да, Эля? Не трожь, ва-а будет. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, потому что все люди, до, которые находились в Ветхом Завете, которые находились под стражей закона, они были все детьми. Понятно? Для которых требовался где-то водитель. Закон. Чтобы закон их привел к кому? Ко Христу. Аминь? Куда ведет закон? Ко Христу. Чтобы не искали праведности от закона, потому что праведность дается единственная. Поверивай Иисуса Христа. И больше никак. Закон заградил устав всем людям, чтобы все молчали. А слушай, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте. Это означает все остальные замолчить. Его слушайте. А вот я это такой, а вот у меня такая религия хорошая. По моей религии я, это самое, достигаю небес моими хорошими делами. Сядь и замолчи, моего сына слушайте. Дальше. Ибо все, а по пришествии же веры, ибо закон был для вас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все мы сыны Божии поверимы Иисуса Христа. Слово сыны Божии означает взрослые сыны Божии. В данном случае совершеннолетние сыны Божии, которые уже не иди туда, не иди сюда, стой здесь и так далее. А которые уже могут принимать решение в своем сердце, и это решение будет здравым и совершеннолетним. Из-за того, что мы рождены были с вами, с вами рождением свыше. Далее. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Ибо все, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Вы же Христовы. Если же вы Христовы, то вы семья Аврамова и по обетованию наследники. Кто? Наследники. Кто может вступить в наследство? Совершеннолетний. И вот этот вот, который соску сосет, он не может вступить в наследство. Правильно, да? Потому что он еще не достиг этого порога своего возраста. Дальше, 4 глава, 1 стих. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Здорово, да? Он бегает здесь и ничем не отличается от пацанов, которые вместе с ним там бегают. Ничем не отличается. Когда произойдет отличие, и мы здесь с вами читаем, с вами читаем. Второй стих. Он подчинен попечителям и домоправителям. 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 Это домоправителям. И домоправителям. Как вы его сделали вообще? А? Аллилуйя. Песню спалим, нет? Встанем, нет? Спляшем. Как вы его сделали? А? Это Господь говорит с нами. Как здорово. Аминь. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначен. До какого срока? И мы в 4 стихе, давайте 3 прочитаем. Так и мы, доколе были в детстве, были, и Павел говорит про себя. Доколе я был под законом, я был несмысленный ребенок. Побежали туда, сюда, что угодно. Итак, доколе мы были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. В 4 стих. Но, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины. Здорово, да? Подчинился закону. Что это значит? Иисус полностью встал под закон, чтобы что? Исполнить его и поставить на нем точку, принеся совершенную жертву за все грехи мира, которая не покрывала только грехи, а которая что? Уничтожила все грехи мира за один раз. И об этом говорит послание к евреям, которое у нас уже есть в нашей сокровищнице библейского колледжа. Там мы говорили об этом подробно. Но когда пришла полнота времени, что? Полнота времени. Плерово. Кто определил эту полноту времени? Отец определил. Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить под законы, дабы нам получить усыновление. Что это такое, мы сейчас с вами сказали? Чтобы мы с вами... Давайте дальше, 6 стих. И как вы сыны, то есть зрелые сыны, совершеннолетние, то Бог послал в сердца ваших Духа Сына Своего. Потому что Иисус тоже Сын совершеннолетний Духа Сына Своего, вопиющего, а воочи. Поэтому ты уже не раб, но Сын. А если Сын, то и что? Наследник через Иисуса Христа. Давайте поапланируем Бог. Господь. Аллилуйя. Оказывается, вот что произошло. Итак, вы со мной не упустили мысль? Нормально? Нет? Все равно? Очень хорошо. Возвращаемся к посланию эфессианам. Здесь мы видим 5 стих. Предопределив усыновить нас себе. Это Отец предопределил. Здесь также Аурист предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по, очень важная фраза, по благоволению воли своей. Слово благоволение. Елдокия. Когда встретите Евдокию... Это слово благоволение. ЕО, благое доброе и докия, это воля, благо, воление. И здесь апостол Павел говорит, что Отец сделал это по благоволению, то есть по благой воле своей. Что это означает? Суверенный Бог, который пребывает в вечности, который решил в своем сердце сотворить небо и землю и всю вселенную, Он решил по своей благой воле усыновить нас, то есть сделать нас зрелыми сыновьями в Его Царстве по своей благой воле через Иисуса Христа. Это Его воля. Вы понимаете? Это не наша воля. Я еще раз, стряхните свою голову немного. Это Его воля. Это не наша воля. Это не мы искали Его, это Он нас искал. Это не мы заблудились, а Он нашел нас. И это Его воля была отдать Своего Сына. Это не мы придумали. Вы слышите меня? Это не мы придумали. Господь говорит в пророке Исаии. Ребята, забудьте о том, что вы помните. Теперь я творю нечто новое. Неужели вы этого не хотите знать? И там дальше говорится, что я творю нечто новое, что вы никогда не слышали и глазами не видывали и на сердце вам никогда не приходило. Это все идет от меня. И здесь нет ни малейшего процента вашего участия в моем плане. Вы понимаете меня? И тогда все попытки человека, что-то там, знаешь, знаете, я тоже участвовал. Сядь, участвовал ты. Вы знаете, что существовало в иудаизме, в частности в фарисействе, такое предание, что когда человек, из фарисеев, конечно, что когда человек проживет один день без греха, понимаете, да? Один день без греха, то тогда Мессия сойдет на землю. И вы знаете, о ком думали, что это, кто этот человек? Тот, кто пишет послание. Савва. Он говорит, у меня орденов и медали, я вас всех за поезд заткну. Почитайте третью главу с первого по восьмой стиху послания филиппийцам. Я иудей, я и обрезанный, я и скалина Авраама, у меня все ордена и медали есть. И иудеи, у них было поверение, если кто-то проживет без греха один день, тогда Христос послание скажет. Молодец. Отец, ну что? Отец говорит, ну. Сам Бог велел, да? Теперь, сын, ты можешь идти. Нет. Нет. Аминь. Аминь? Слава Богу. Красная лампочка. Ме-е-е-е-ет. Мы еще до второго, до второй главы, мы сегодня не найдем до второй главы. Вот когда дойдем до второй главы, где мертвые по грехам и по преступлениям. Итак, по благоволению воли своей, в своей суверенной Божьей воле, Отец решил нас усыновить через своего Сына Иисуса Христа. И если Он решил, Он так и сделал. Потому что аурист говорит, что Он уже сделал это. И мы с вами уже являемся наследниками самого Отца через Господа нашего и Иисуса Христа. Это не заслуживается, это не зарабатывается, это не отрабатывается, это состоявшийся факт. Мы с вами зрелые сыновья. Что это означает? Мы имеем общение. И мы, мама, общение не как дети. Папа, купи мне. Что там? Сникерса. Папа, купи мне машинку. Папа, купи мне газировку. Папа, купи мне. И пошло и да-да-да-да-да-да-да. Вот почему верующие в Церкви Божией, здесь на земле, их так тянет к материальным благословениям. Я не хочу сказать, что это не здорово. Это здорово, когда есть материальные благословения. Но все их мысли могут находиться здесь. И они как дети под законом находятся. И там они никогда не возрастут, находясь под законом и ищут материальные благословения. Никогда. Почему? Потому что нужно просвещение сердца, чтобы человек верующий уразумел богатство благодати во Христе, данной нам во Христе Иисусе. Аминь. Поэтому мы с вами увидим, и мы сами, может быть, были такие, постоянно что-то там, наша молитва. Это хочу, то хочу, это хочу. И Господь говорит, слушай, может быть, мы поговорим как взрослые люди, а? Может быть, как насчет того, духовных благословений, которыми ты уже благословен в небесах. Как насчет миссии, как насчет библейского колледжа. Вы знаете, здесь не детский лепет. Библейском институте не детский лепет. Здесь серьезные вещи. И я даже хочу сказать вам, что, возможно, вы с трудом даже проглатываете те вещи, которые вы здесь слышите. Аминь. Потому что мы с вами должны питаться какой пищей? Мясом должны питаться с вами. Они такие, ааа, господи, самое, что у тебя? Конфеты купил мне? Сникерс купил? Господь говорит, давай, я уже сделал тебя наследником. А наследник, он отличается от шпинтика, который туда-сюда бегал. Аминь. Отличается. Мы такие, уха! Еще по-серьезному все, да, господи? Да! По-серьезному. Установил нас через себе, через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Шестой стих. По хвалу славы благодати своей. Здорово. Чтобы ему принадлежала вся хвала и честь и благодарение. Кому? Отцу. Кому? Отцу. По хвалу славы благодати. Итак, есть две славы. Вернее, есть три славы. Запишите. Первая слава. Слава человеческая. Какая слава человеческая. Я, это самое, выиграл Олимпиаду. Аминь. И все прославляют меня. Даже квартиру дали. И я на экранах телевизоров. И все говорят, вау, вот это он крутой. А если бы я занял десятое место, никто на меня даже и... Что? Я пришел бы на телевидение и сказал, покажите мне. А кто ты такой? Я участвовал в соревнованиях, занял десятое место. Иди отсюда. Нам нужно первое место. Вот когда первое место, тогда приходи. И будет тебе слава. Итак, Иоанна, 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 5 глава, Иисус здесь говорит. 44 стих. Иоанна, Иоанна, 5 глава, 44 стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищите. Итак, люди друг от друга принимают славу. Один такой, другой такой. Да? Захею вообще нечем было там похвастаться. Он вообще коротышка был. Никто его не любил. Но был известен какой славой? Дурной славой, да? Итак, здесь сказано, что... Итак, первая слава, слава человеческая. Вторая слава, слава закона. Второе послание Коринфянам. Давайте, давайте, открывайте, дорогие студенты. Упражняйтесь открывать Библию. Итак, слава от закона. Второе Коринфянам, третья глава. Второе Коринфянам, третья глава. Начиная с седьмого стиха и по восемнадцатый стих. Мы не будем это читать, но скажем в двух словах. Когда Моисей говорил с Богом на горе Синае, то он спускался вниз, и что? И лицо его сияло. И он заходил в статусе. Моисеюшка, что с такой пройдешь? И он заходил. Итак, находясь в общении с Богом на горе Синае, лицо его сияло. Он находился в присутствии Бога. Когда сходил к своим, все видели, что его лицо сияет. Но когда постепенно, что лампочка исчезала, слава. И что? Он покрывал свое лицо. Покрывал. Чтобы сыны Израилевы не смотрели на конец приходящего. Аминь. Итак, это слава закона. Есть слава закона, но она какая? Лампочка. Как знаете, это тренд. Генератор, да? Генератор как раздыхает. Или когда вы педаль крутите, да? Есть такая? Как раздыхает. Итак, это слава от закона. И здесь прочитайте внимательно. Вам домашнее задание. Домашнее задание. Третья глава. Вторая посланка. Прочитайте обязательно. Один раз быстро, два раза медленно. Хорошо? Я не слышу. Аминь. Аминь. Третья глава. Слава закона и слава благодати. Слава благодати. 17 стих. 16 стих. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, третье это слава благодати. И мы видим сейчас с вами посланники Тесианам, что Отец, Он предопределил усыновить нас. Итак, усыновить себе через Иисуса Христа по благовлению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, которая не перестающая, которая вечная. Слава благодати, вечная слава, потому что Иисус Он полон благодати и истины. И Отец является Богом всякой благодати, и Дух Святой есть Дух благодати, евреи. 10 глава, 29 стих. В похвалу славы благодати Своей, которую, то есть этой благодатью, Он облагодатствовал. Как вам слово? Хорошее, да, Саша, у тебя что там в твоей Библии? Облагодатствовал. Даже у Саши написано. Облагодатствовал. Итак, облагодатствовал. Это слово очень интересное. Каритто. Каритто. Слово благодать карис. Облагодатствовал каритто. В похвалу славы благодати Своей, которую Он, то есть, которую, которую этой благодатью Он излил на нас эту благодать. Кстати, на английском языке написано, мы приняты в возлюбленном. Там вот это слово, там немного нечетко. Итак, что это означает? Он в Своей благодати, Он излил на нас Свою благодать, и мы с вами были приняты в Иисусе Христе возлюбленном. Мы с вами были облагодатствованы. То есть, мы бы с вами получили всю благодать от Иисуса Христа и приняты в Нем. Седьмой стих. В котором, то есть, мы приняты были возлюбленным. Предложение продолжается. В котором. Кто такой возлюбленный? Иисус. Иисус. Итак, мы с вами сказали о Боге Отце, что Он благословил нас всяким духовным благословением, избрал нас, дальше предопределил усыновить нас в похвалу славы благодати, и теперь Сын, в Котором мы имеем искупление кровью Его. И прощение грехов по богатству благодати Его. Что мы имеем во Христе? Искупление. Искупление кровью Его. Нетленным серебром и золотом мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Агнца Иисуса Христа. Иисус не с кровью тельцов и козлов, а со Своей кровью вошел в небесное святилище и приобрел вечное искупление. Что это означает? Кровь Христа была внесена в небесное святилище, и мы с вами были искуплены этой кровью один раз и навсегда. Это означает, что Бог искупил нас от греха, из рабства греха, из рынка греха. И Он искупил нас, чтобы мы не были рабами Ему, но Он искупил нас, чтобы дать нам свободу, как взрослым сынам Божьим принимать решения. Аминь. Понятно? Аминь. Никогда не думайте, что Господь вас тянет за ухо в церковь, или на собрание, или на благовестие. Он предлагает вам, как сынам взрослым, пошли, поверь, пошли. Я влеку тебя узами любви. Я искупил тебя от греха. Пошли. У нас будет замечательное время. И мы здесь, как взрослые сыновья, говорим, что? Или говорим, аминь, Господи. Иду. Или... Ну и пошли одни из многих наших оправданий. Итак, далее. В котором мы им искупление, кроме Его прощения грехов. Аминь. Спасибо, Господи. По богатству благодать. Это означает, что Бог богат благодать. Вы когда-нибудь были богаты чем-нибудь? Были, нет? Чем вы были богаты? Я иногда был богат яблоками. Когда у них люди, там, гору целую заберу. Ешьте. Я богат яблоками. Да? Или, например, я богат на своей машине. Говорю, садись ко мне в машину. Я богат, чтобы подвести тебя. Понимаете, да? Или, например, кто еще богат? В чем он? В чем богат? Или богат в книгах. Да? Кого до сих пор? Раз, один, второй, третий произведения. Я богат в книге. Итак, здесь говорится, что по богатству благодать. Благодать – незаслуженный дар через Иисуса Христа. Восьмой стих, каковую он в преизбытке. Слово «в преизбытке» – переполненная чаша. Всегда переполненная чаша. Нет недостатка в благодати. Вы со мной? В нашей жизни нет недостатка благодати. Всегда чаша переполняется. Достатка, недостатка в благодати нет. «Переполненная чаша» – даровал нам преизбытки во всякой премудрости и разумении. Слово «премудрость» – София. «Премудрость» – София. Слово «премудрость» здесь подразумевается «мудрость, сходящая свыше». Якова 3 глава, начиная с 14 стиха. «Мудрость, сходящая свыше». И «разумение». Слово «разумение» относится к нашему мыслительному процессу. Только ум может разуметь. Аминь. Это уже касается нашего мыслительного процесса. «И он дал нам все в избытке по богатству благодати, какую он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Девятый стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению». Открыл нам тайну своей воли. Что здесь было? О чем пророки до Иисуса Христа говорили? О чем пророки говорили? О чем пророки говорили? Они говорили, что грядет Мессия. Аминь. Что грядет Мессия. Когда грядет, будет то время. Также пророки говорили о том, что проникали, чтобы Израиль обратился от идолов к Господу живому. Это было наставление, это было обличение. Также пророки говорили о будущих событиях, но ни один из них не говорил о церкви, потому что это была тайна сокрытая. Сокрытая, чтобы она была явлена только через Иисуса Христа и через святых апостолов. Никто про это не знает, а тайна это Христос в нас. Аминь. Итак, Господь решил, что когда наступит полнота времени, тогда Он пошлет Своего Сына Иисуса Христа, и что Он завершит работу на кресте Голгофы, и вознесется на небеса, и пошлет Духа Святого, и будет рождена церковь. И Духом Святым Он решил в своей воле, что Он откроет нам свою тайну, тайну церкви. Аминь. Мы с вами привилегированы, ребята. Нам была открыта тайна, и не только открыта, мы живем в этой тайне, о которой никто не знал. Почитайте 1 Петра, 1 глава, 11-12 стих, что там не знали пророки, и также мы с вами в 3 главе послания Кефесянам посмотрим. Итак, Он по Своему благоволению открыл нам тайну, которую Он прежде положил в Нем. В устроении полноты времени. Слово «устроение» – очень интересное слово. Слово «устроение». Мы с вами частенько слышим слово «диспенсация». Да? Диспенсация. Итак, слово «устроение» – «ой-ко-но-ми-я». «Ой-ко-но-ми-я». Это слово состоит из двух слов «ой-кос» и «номос». «Ой-кос» и «номос». Слово «ой-кос» – «дом». Слово «номос» – «закон». На английском языке это звучит как «диспенсейшн». «Диспенсация». Мы частенько используем этот вариант. На русском языке это будет звучать так. «Домоустроительство». «Домоустроение». «Домоустроительство». Итак, дом не только должен был быть построен, но что там нужно дать администрацию, управление этим домом. И мы с вами знаем, что есть семь диспенсаций. То есть, есть семь периодов «домоустроения», которые определены Богом. И мы не будем об этом говорить, но мы с вами, нет у нас времени, часто, очень тщательно говорить, но мы с вами скажем диспенсации. Первое – невинности. Второе – у нас совести. Третье – человеческое управление. Четвертое – диспенсация обетования. Пятое – закон. Шестая у нас диспенсация период времени – это церковь. И седьмое – тысячелетнее царство. Здесь говорит апостол Павел, что в устроении, то есть в это время Господь устрояет дом свой таким образом, в полноте времени, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. И слово «соединить» – это вернуть в то положение, которое должно быть. На самом деле, через Иисуса Христа, соединить небесное и земное под головою Христом. Одиннадцатый стих. Мы продолжаем. Это все в Сыне. Это все через Сына. Он нам дал через Сына. Диспенсация и управление – это в Сыне. И также одиннадцатый стих. В нем, то есть в Сыне, мы сделались наследниками. И слово «сделались» – опять-таки аурист. Мы уже наследники. Аминь. Сделались наследниками. «Быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». Чья это воля была? Я говорю, это была воля Отца. Господи, это Твоя воля? Господь говорит, это моя благая воля. Я так решил. И что бы человек ни говорил, Господь говорит, я уже так решил. И так уже сделал. И никто не сможет повернуть это вспять. Я уже сделал это. Двенадцатый стих. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, то есть нам, верующим, которые ранее уповали или надеялись на Христа. Которые ранее уповали на Христа». Тринадцатый стих. Вот что с нами произошло. «В нем, то есть во Христе, и вы, то есть мы, скажите, я, 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 в нем, и вы, услышав слово истины, благовествования вашего спасения, услышали вы слово истины, благовествования вашего спасения. Услышали, да? Кто вам рассказал? Кто-то рассказал, правильно, да? Кто-то был послан, чтобы вы услышали. Не ангел же с неба июль изговорил, служи меня сюда. Нет, это был человек. Но я не знаю, как в вашем случае, но в моем случае был человек. И он рассказал мне, что он рассказал? Мне истину благовествования Господа, извините, благовествования Еугелион, благовествования моего спасения. И я услышал это благовествование. И что здесь? И уверовав в него, запечатлен обетованным святым духом. Что произошло? Я услышал благовествие. И что? Поверю. Верю в Господь. И Господь что? Печать. Он мой. Верующий. И печать какая? Не такая, какую мы привыкли видеть. Дух Святой поставил печать с вами. Запечатлены мы были с вами. Обетованным Духом Святым. Господь говорит, все, ты запечатлен. Иисус говорит о себе, что на мне Отец поставил свою печать. Какую печать? Спасителем мира. А мы с вами, что? Мы с вами приняли Иисуса Христа и сразу же были запечатлены, крещены в тело Христа и запечатлены. Печать была поставлена. Все. Это мои люди. 14 стих. Итак. Духом Святым, который есть залог наследия нашего. Для искупления у дела его, в похвалу славы его. Вопрос вам такой. Когда вы, что такое залог? Что такое залог? Как вы представляете? Да ладно, не будем терять время. У нас времени мало. Итак, что такое залог? Например, Иисус хочет купить машину. Ему нравится эта машина, например. И он говорит, ой. Или как? Давайте так. Один человек у мамы моей хотел купить машину. Прекрасная машина, Мерседес. Старая, правда. Но он говорит, не продавайте никому. Не продавайте никому. Ни в коем случае. Она мне нравится. Я хочу ее купить. И что? Давай залог. Сколько? Определенная сумма от стоимости дается в залог. Правильно, да? Это что? О чем это говорит? Это говорит о том, что и у меня есть настрой и полная способность и ответственность и желание купить тот или иной. Аминь? Поэтому я и даю залог. Если бы я сомневался, я бы сказал, ну я подумаю. И ушел. Правильно, да? А здесь? Держи пять рублей. Даю тебе залог. Это означает, что произойдет то, что будет принесена вся сумма и будет завершена покупка того или иного предмета. Здесь мы с вами имеем удивительное откровение, что когда мы с вами услышали слово благовествования, спасения, вы веровали в него, запечатленные обетованным святым духом, который для нас. Господь говорит нам, все вы мои запечатлены, который есть залог наследия нашего для искупления у дела его в похвалу славы его. Вы скажете, пастор, ну а разве мы не совершенно искуплены? А? Хорошо, пастор. Почему нам был дан залог? И в заключении мы с вами напишем три слова. Что наше спасение, что первое произошло в нашей жизни, это мы были оправданы через веру в Иисуса Христа. И мы были провозглашены праведными в тот миг, когда мы приняли Христа и поверили в Него. И праведность Божья была переведена на наш счет, и мы стали праведными перед лицом Иисуса Христа. Второе. Наше спасение – это освящение. Освящение. Что такое освящение? Это практическое освящение в практической христианской жизни верующего. Практическое освящение. Я, Господь, меня освящает в то время, когда я нахожусь здесь на земле. И это является освящением во времени. Третье. Это прославление. Это прославление. Прославление – это тот момент, когда я получаю прославленное тело. То есть, мое физическое тело, тело греха и смерти, оно преобразуется через силу Божию, и я получаю прославленное тело, которое вечно имеет вечный характер, такой же, как у Иисуса Христа. Мы можем сказать, что наше спасение – это спасение вечность первое, второе. Спасение в практической жизни от наших трех врагов – мир, наша плоть и дьявол. И третье – это спасение нашего тела, искупление нашего тела. До тех пор, пока это не произошло, чтобы мы с вами имели уверенность, что это произойдет, нам был дан залог. Понятно? Чтобы мы были уверены, что это произойдет, нам был дан залог Духа Святого, который в нашем сердце и в нашем духе восклицает. «Авва, Отче!» И мы являемся с вами какими сыновьями? Зрелыми сыновьями, которым предлагается жить словом, всяким словом, исходящим из уст Божьих, и воспринимать твердую пищу, и возрастать в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И на этом наше занятие закончено. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. За эти слова, которые мы услышали, Господи, благодарим Тебя за то, что открываешь нам глубину Твоего плана, чтобы мы имели мудрость и разумение, Господи, о том, что Ты сделал, о том, что сделал Твой Сын, и для чего Дух Святой находится в нашей жизни. Благослови нас, распусти нас с миром, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.